На стадионе средней школы номер 9 собрались ребята, действительно заинтересованные в продвижении и популяризации активного образа жизни. Все они с радостью откликнулись на предложение специалистов администрации Ленинского района ввести в летнюю спартакиаду «Сделай правильный выбор, новый вид соревнований по кроссфиту». Мы с самого начала видели очень большую заинтересованность молодежи, потому что это то, что сейчас актуально, то, что им нравится. А для нас это важно, потому что все-таки это здоровый образ жизни, это отвлечение от разных нехороших занятий, от вредных привычек. Мы видим, что молодежь очень увлечена этим, у них горят глаза. И в отличие от многих соревнований сюда пришли даже с болельщиками. Мы видели, насколько поддерживают выступающих, что дети знакомы друг с другом. И мы надеемся, что это движение кроссфита будет шириться, будет развиваться не только в Ленинском районе, но и во всем городе Бресте. Кроссфит – это вид функциональных тренировок, как правило, круговых, объединяющий в себе кардионагрузки, гимнастические и силовые упражнения. Во всем мире ежегодно проходит большое количество турниров по кроссфиту, в том числе чемпионаты мира и Европы. Не желает отступать и наш город, тем более нам есть чем похвастаться. В рамках мероприятия с ребятами работали профессиональные спортсмены Брестского фитнес-центра «Дельта». Сегодняшние соревнования по кроссфиту мне очень понравились, потому что они могут тренировать все группы мышц, чтобы люди могли в дальнейшем гордиться своей фигурой, ну и поддерживая фигуру. Хотелось бы сказать, чтобы другие дети, другие люди занимались этим и не сидели просто так и без дела. Особенно ярким событием соревнований стало показательное выступление ребят из Брестской команды воркаутеров. Внимание, не повторяйте самостоятельно, все трюки выполнены профессионалами. Вот такая фраза приходит на ум, глядя на зрелищное и до мурашек завораживающее выступление юношей. Воркаут – это не просто занятие на турниках, это целая субкультура, которая продвигает тренировки на уличных спортивных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу традиционным тренажерным залам. Есть элементы, которые выполняются просто на плоскости, на полу, то есть это очень доступный вид спорта. То есть я понимаю, если ходить в зал тренажерный, там нужен определенный бюджет, если играть в футбол, там нужен мяч, а для этого ровным счетом, я думаю, не надо ничего. В каждом городе есть хоть какой-то там советский турник. Я уже не говорю про новые площадки, но я думаю, они тоже сейчас много где есть. И для этого спорта надо просто желание, единственное, себя продвигать. Брестская команда воркаутеров – это настоящая семья, где все поддерживают друг друга, легко принимают новичков, учатся и учат. Многие из них попали в этот спорт случайно, но открыв его для себя однажды, уже не собираются останавливаться. Сейчас их задача – популяризировать этот спорт в Бресте и привлекать как можно больше людей в этот непростой, но очень зрелищный вид спорта. Если в нашу компанию приходит какой-то человек, который хочет начать заниматься воркаутом, то мы, конечно, его поддержим. Мы соберемся всей командой, мы ему дадим правильное направление, чтобы он правильно все начал и у него все получалось в дальнейшем. Началось все в 2018 году, мы пришли на турники, просто через интернет увидели информацию о них. И мы очень сильно заинтересовались этим и начали мы с силовых упражнений, потом уже, когда развили более-менее какую-то базу, переходили на красивые динамичные элементы. Я буду говорить уже более для такого подрастающего поколения. Получается, у нас есть ТикТок, там 170 тысяч подписчиков на данный момент. И получается, наши атлеты по всему городу занимаются, мы поддерживаем связь определенную между собой. И тоже выходим на контакт, делимся своими успехами, достижениями и публикуем это в этот ТикТок. Там мы набираем просмотры, набираем популярность и в дальнейшем мы хотим как-то продвинуться в этом. Можно сказать, вот такие мероприятия, как сегодня, было бы хорошо, если нас будут звать туда выступать. То есть просто держать хороший уровень. Мнение присутствующих ребят говорит за себя, мероприятие удалось и дало свои результаты. Нам дали показательное выступление от людей, которые уже много чего добились в этом виде спорта. Это было видно и я до сих пор остался под большим впечатлением. Всего понемногу, надо начинать с малого, я это понимаю. Чтобы таких результатов добиться, надо лет 5-10, это минимум, я в этом уверен. Но будем стараться. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.